Всем привет! Вот и пришло время апгрейдить мой ПК на базе процессора Ryzen 5 2400G со встроенной графикой Vega 11. К нему мы будем ставить одну из самых доступных карт RX 570 на 8 гигабайт. Сразу подумали те, кто скажет, мол, для чего покупать процессор с видеоядром, если собираешься ставить видяху. Все просто, я собирал два ПК на данных процессорах с расчетом на то, чтобы со временем потом доставить видеокарту и получить больше производительности в первую очередь в видеомонтаже и в играх. А целью видео есть показать, насколько будет годным процессор, если подкинуть к нему со временем мощную видяху. И о самой видеокарте тоже хочется поговорить, ведь она интересная. Это сборка для личного использования, и как вы понимаете, когда пользуешься сам, то проверить успеваешь отлично. Если интересно, то вот подсказка сверху, где я конкретно рассказывал о данной сборке без видяхи. Что почем? Также запускал игры. Будет интересно, то и ссылку на данный видос тоже найдете в описании. Что изменилось? Во-первых, я добавил SSD диск на 120 гиг. Действительно, работа ускорилась в плане загрузки и открытия приложений. Тем более, стоят сейчас они очень немного. Ну и, конечно же, видеокарта. Как мы знаем, после того, как закончилась майнинговая лихорадка, карточки начали дешеветь. Особенно это касается карт Radeon. Они стали даже более доступны, чем GTX. Например, если глянуть на 1050 Ti, то в сравнении с ней, более производительная Radeon RX 570 смотрится гораздо выигрышнее. И тут я нашел вариант по очень вкусной цене, дешевле множества 1050 Ti и на целых 8 гигабайт. Это карточка от компании His. Были еще недорогие от AFOX. Судя по отзывам, His более интересная. Это 210 долларов. Сейчас, где я брал, немножко дороже стало. В общем, ссылки будут в описании, там посмотрите. Плюс на кэшбэке сэкономил и получилось 204 доллара, что очень даже неплохо за 8 гигабайт. Не очень популярный у нас бренд и покупать без обзоров, без тестов, конечно, было не айс. Но неизвестность, как говорят, манит и пугает. Я подумал, почему бы не рассказать вам о ней и не проверить заодно, на что будет способен наш проц, если запихнуть в него нормальную видяху. Я надеюсь, что нормальная. Встречает нас вот такая небольшая коробочка с квитанцией из магазина. Гарантия, кстати, 24 месяца. В коробке у нас инструкция на разных языках. Дрова, сама карта в пупырке и еще переходник с 2-6 пин на 1-8 пин, который мне не пригодится, наверное. Достаем карту. Давайте-ка посмотрим вкратце, что за зверь такой. Первое, на что я обратил внимание, это на кожух. И это, как оказалось, не пластик, как я думал ранее, а металл. Это хорошо. Прикручен к радиаторам, соприкасается, дополнительно будет отводить тепло. Далее я обратил внимание на 2 толстенные медные трубки. Есть DVI, HDMI и 3 DisplayPort. Смотрю, что не очень большой алюминиевый радиатор. И интересно, что место под еще одну трубочку есть. Я так понимаю, что это для других модификаций, более горячих или более дорогих. Но если бы сюда присобачили ее, то было бы вообще круто. Ладно, проверим в деле, посмотрим. Напомню, что сборка наша бюджетная в районе 350 долларов. Из магазина по месту, с гарантией на все детали. А теперь добавим к ней видяшку за 204 доллара. Выходит, среднебюджетное решение приблизительно за 555 долларов. Ryzen 5 2400G, 4 ядра, 8 потоков, со встроенным видеоядром Vega 11. Две плашки дешевые оперативы по 8 гиг каждая. Недорогая материнка от MSI на чипсете A320. Блок питания VX 550 на 550 ватт. И я видел по этому вопросу Батхер в комментах. Каюсь. Но на тот момент он стоил очень даже дешево. Сейчас я смотрю 600 ватт за такую же цену в 23 зверских доллара можно взять. И может я выбрал бы что-то другое, если бы у меня не стоял точно такой же блок в первой сборке. Конкретно он тянул топовый Ryzen 7 2700X плюс карту GTX 1060. И жив-здоров. Работает каждый день уже 7 месяцев. В данной сборке тоже нет к нему претензий. Работает очень тихо кстати, да и не подводит. И в конце концов у меня на все есть гарантия. Единственное что я не предусмотрел это то, что понадобится 8 пин для питания карты. А у меня только один вариант для карты 6 пин. Но не беда, у меня есть переходник с 2 молекс на 8 пин. Очень быстро я его присобачил и можно ставить карточку. Для этого снимаем крышку с окошком с нашего белого красавца. Как видите заглушки на месте. Карточки тут еще не было. Я в реал тайме буду тестить данную видяху на бюджетной сборке. Карта занимает 2 слота, потому выламываем 2 планочки. Пробуем вставить видяшку. И есть такое дело. И конечно же не забываем закрепить. Дело осталось за малым. Лишь вставить коннектор 8 пин в гнездо карты. Вроде бы все. Можно привинтить защитную заглушку. Осталось только одеть крышку с окошком и прикрутить корпусными винтиками. Готово. Если в прошлый раз мы тестировали встроенную графику процессора на древнем мониторе Samsung с меньшим разрешением, то теперь мы усложним ему задачу. У нас будет Full HD на 23,8 дюйма. Даже 2 таких. Осталось все подсоединить и первый запуск. Что? Что? И ничего. Ах вот в чем дело. Забыл включить блок. Семен, Семен, что вы? Фух. Дубль 2. Пошла жара. И у нас запускаются сразу два монитора. В первую очередь удалим-ка драйвер Vega 11 и установим нужный. Сначала протестим в играх, а потом в рабочих моментах при видеомонтаже и сравним со встроенной графикой. А в конце подведем итог. Итак, начнем пожалуй из Battlefield 1. Для захвата видео использую Bendy Cam. Но вот тут такое дело. Это не то, что я вижу в реальности без записи. Процессор загружен больше, FPS ниже. А все из-за данной программы записи, которая потребляет нормально так ресурсов. И как видно, все это вполне реально. И даже некоторые запасы есть. Ладно, будем снимать экран на камеру, чтобы получить достоверные результаты. Теперь прот сгрузится гораздо меньше. В среднем на 50%. У нас стабильное 60 FPS. Видяха загружена полностью. Линия фреймтайм в норме. Также я заметил, что в моем микро АТХ корпусе видяха греется больше, чем хотелось бы. Ведь кулиров на вдув нет. При желании я мог бы поставить, если бы был геймером. А так для видеомонтажа в угоду тихой работе мне это не нужно. Но если ты будущий геймер, мой друг, то знай, кулира на вдув и выдув обязательны. И даже если просто снять боковушку с ПК, температура во время игр падает примерно на 7-8 градусов. Даже без вдува. Я делаю вывод, что охлаждение данной карты справляется хорошо со своей работой. Сцены очень динамичные и играть очень приятно. Конечно, съемка экрана на камеру не передаст всего, но на большом мониторе на ультра это конечно что-то. Следующая на очереди у нас Ведьмак. Настройки выставляем высокие. Эффекты волос отключаем полностью. В принципе имеем 60 кадров с нормальным временем кадра. Стоит включить больше и фрейм тайм начинает прыгать. Так что тут высокие или средние без эффекта волос. И можно играть. Заметили, что процессор просто перекуривает и загружен в среднем на 30% на этих настройках, а видяха на 100%. На ультра FPS играбельный, а вот фрейм тайм слегка неадекватный. Танки. Все что только можно выкручено на полную. Имеем в среднем 70-80 кадров. Если немного понизить, то конечно же будет за 100 кадров. Графика отличная, все красиво. Опять процессор отдыхает, а видяха трудится на полную. Встроенный бенчмарк Far Cry 5 показал, что играть можно. В среднем имеем 60 кадров. Оперативы занято уже более 8 и почти 4 видеопамяти. Процессор грузится на 50-60%. Чем больше пробовал играть, тем более убеждался, что этот проц очень легко вытягивает современные игры и готов к большим нагрузкам. Давайте же дадим ему пилюлей, свеженькой игрой 2018 года Assassin's Creed Odyssey. И наконец-то проц грузится более чем даже на 70%. В данную игрушку играть можно. Графика огонь, а вот частота кадров уже не столь высока. В общем поиграть в нее удастся. Battlefield 5. Опять стабильные 60 кадров. Оперативы заняты аж 11 с лишним гигабайт. Процессор загружен на 50-60%. Видяха на все 100. Графика отличная, играбельна вполне. Не забываем, что это бюджетная сборка и карта RX 570 на 8 гигабайт за 204 бакса. Assassin's Creed Origins. Вот я и нашел неиграбельную игру. Хоть графон тут не сказать, что прям супер, сразу видно, что оптимизация данной игры под это железо тут не к черту. FPS иногда даже ниже 30 и фризит. Тут то и нет особо много деталей. А почему-то фреймтайм пришел в бешенство. Это единственная игра, в которую некомфортно играть из тех, что я пробовал. Вот Battlefield 5 на другой локации. Тут я снял боковину с корпуса, на котором, напомню, нет вдува. Чтобы видяха меньше грелась. Совсем другое дело. А графика то, что нужно. Теперь посмотрим, как все это добро справляется в видеомонтаже. Видео снято в 4К с битрейтом 100 мегабит. Вывод Full HD. Понятно, что нагрузка серьезная. И как видно, я применил обработку общим слоем. А также отдельно некоторые участки видеоклипов. Но на таймлайн все плавно. И лишь в местах с тяжелыми переходами, которые обрабатывает процессор, бывают тормоза. Этот же ролик на встройке монтировать уже очень трудно, если добавить эффекты. Появляются красные участки с тормозами на таймлайн. Хоть справедливости ради, в Full HD я монтировал очень даже легко на встройке. Тяжелый ролик отрендерить на встройке можно. Я именно так и делал с данным роликом. Но займет это немало времени. Ролик на 14 минут выводился примерно полтора часа. Если поставить нашу карту, то это 17 минут. Разница, сами понимаете, огромная. И для сравнения, более слабая RX 460 на 4 гигабайта. Справилась за 22 с лишним минуты. Что на 32% медленнее, чем RX 570. И обращаем внимание на занятую память графического процессора. Почти все под завязку. Хорошо, что тут 8 гигабайт. В дальнейшем также все больше игр будут требовать больше памяти. Какие итоги можно подвести? Как видим, данная сборка вполне оправдывает себя в играх и рабочих задачах. Я очень доволен. Напомню, что обходится все это в 550-570 долларов. Это теперь среднебюджетный игровой ПК или рабочая станция. Производительности процессора хватит для гораздо более мощных видеокарт. Если дело касается игр. И если вы решите сначала посидеть на встройке, а потом докупить видяху, это вполне хороший вариант. А встроенное видеоядро очень мощное, как для встройки. И имеет ряд преимуществ. Например, если у вас полетит видяшка, то у вас есть встроенное видео. Если вы продаете видяшку, чтобы потом докупить новую, ваш ПК опять встрою. В общем, на все случаи жизни. Другое дело, что для видеомонтажа многоядерность и многопоточность важнее. Потому если собирать с нуля серьезную рабочую станцию, то лучше смотреть на Ryzen 5 2600 или Ryzen 7 2700. Но признаться, мне данного процесса вполне хватает. Касаемо видеокарты, то она вполне оправдывает цену. Одна из самых доступных RX 570 на 8 гигабайт, что я видел. И уж точно более производительная, чем 1050 Ti. И при этом даже дешевле многих из них. Без наворотов нормальная и доступная видеокарта на 8 гигабайт. Нормально собрана и работающая без нареканий. На этом все. С вами был Smart Plus. Подписывайтесь, если вы любитель гаджетов и техники. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok